На Петербургском форуме стенд Татарстана был одним из самых масштабных. Здесь прошло более 200 встреч. Потенциал республики представляли крупный бизнес, резиденты особых экономических зон, техно- и индустриальные парки и вузы. Участие в этом форуме дало очень много информации для нас, в первую очередь, как нам необходимо выстраивать нашу политику в части развития нашей республики. 70 встреч на форуме провели представители авиастроительного кластера. Много контактов было связано с инновационными проектами. В ближайшее время представители компании приедут в республику осмотреть потенциальные площадки для ведения бизнеса. Есть и от компании заинтересованность, и от научных сообществ. По Казан-саммиту также мы подводили итоги. Многие встречи, которые проводили с участниками Петербургского форума, они были в Казани на Казан-саммите, подводили итоги с ними и намечили дальнейшие планы. В частности, на следующий год на Казан-саммите мы планируем провести экономический форум «Россия-Абхазия». В рамках форума подписано соглашение между Федеральной службой по аккредитации и Минсельхозом республики. Оно позволит Татарстану полноценно развивать индустрию халяль. Обсуждали на форуме варианты промышленной ипотеки, в том числе для Химграда и Кипмастера. Но главный акцент на IT-сферу. Так Казанский IT-парк подписал три соглашения. Иннополис – семь. Татарстан вновь в тройке лидеров в рейтинге по инвест-привлекательности. По ряду показателей национального рейтинга есть резервы для улучшения нашей работы. В частности, необходимо нам сокращать и дальше сроки, и оптимизировать процедуры по таким услугам, как подключение газопровода к сетям водоснабжения, водоотведения, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Одно из соглашений о проведении в Казани международного чемпионата профмастерства в сфере промышленного строительства. Чемпионат им примет участие представителей стран, членов СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийский экономический союз, а также другие. Всего 23 страны. Соревнования будут проходить по трем основным номинациям. Промышленное строительство, проектирование промышленных объектов, управление проектом строительства. На прошедшем Санкт-Петербурге форуме была и обширная спортивная повестка. Именно там было объявлено, что в Казани уже через два года пройдут первые в мире игры будущего. Проводить их будут именно здесь, на площадке Казань-экспо в феврале 2024 года. Это совершенно новый, принципиально новый спортивный продукт, отвечающий, на наш взгляд, таким современным реалиям и актуальностям. В соревнованиях смогут принимать участие клубы, команды, которые могут состоять из спортсменов любых национальностей. Программа предварительно рассчитана на порядка 9-10 дней, включает в себя более 15 дисциплин, которые будут разбиты на 5 групп. Это состязания по киберспорту, турнир роботов, кибератлетика, гонка дронов. Как отметили в правительстве, сейчас идет подсчет всех бюджетов заключенных соглашений. В ближайшее время Минэкономики предоставят информацию по итоговой сумме. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.